здравствуйте друзья это снова я наконец-то хороший ведущий четвертый выпуск передачи про мне попала все для людей сегодня немного изменим формата обсудим прошедший тур прям сразу начнем чё ждать привет коль привет николай сколов лучший человек в нашей лиге после меня и так коль первая игра была пеликаны против селтикс как ты думаешь ой да сейчас будущее тур открыл да не то открыл ну блин неуверенность видите первая игра была бруклин против детройта счет 52 54 сразу скажу что классный матч и в ожидании было что реально и нет очень крутой к морю вот снимают там не здесь да да я всем приятно и честно говоря этот матч прям очень хотел даже посмотреть к же не удалось и неожиданно победами на все-таки немножко на бруклин ставил хоть и знает детройт но я так и по счету и думаю поеду за руба получилось наверное знатная я еще посмотрю просто пел посмотреть но сильной командой и то что два очка это достаточно закономерный результат я считаю даллас golden state победа даллас немножко неожиданно и все-таки подтаплива немножко завариваться а все-таки эти матч за них провел даже ты как как жертву которую когда-то изнасиловали да ну смысл изнасиловали это было такое скажем дружеский бой мы даже вели долго не суть ну да у вас очень мощная команда я посмотрел как они там первый тур провели в них хорош состав отлично мысли про проскать все-таки не заряне бахнули пеликанов которые но очень сильная команда и ну я бы не сказал что это прямо сенсация но это тоже был такой же интерес здорово как предыдущий матч 2 равна соперника я так понимаю что доска помню там тижевский еще устроил я не знаю не изучал статистику там в конце я был в этот момент греции и онлайном следил за трансляцией и там пеликаны крупно вели а потом хопа и голода сократил я за голоду тоже болею потому что не великана он дал вас да я болел за голоду потому что мне не нравится команда да вас откровенно говоря хочется их обыграть скоро мы играем в план давай перейдем к следующей игре бакс атланта победа атланты 63 67 ну я немножко потаплю также за боксами с ребятами всех знает хорошо мы с ними тренировались когда ты играли там капитан у них прям труп ваш привет тебе вот немножко их потаплив но атланта в прошлом туре это же они там в 4 вытащили да да вот но ручка зажиря я сейчас вот ставлю то что атланта будет самый волевой командой команд не которая там вытаскивать за счет кого-то крутого скилла или на веса которая просто умеет зубами вгрызться в землю и тащить короче есть яйца до птиц ну и тоже есть и яйца но все-таки там стали чуть побольше мне кажется дальше у нас был матч твоя любимая команда чикаго боуса против пеликанов и пеликаны плюс 30 почти ну был совсем больше 30 до был сравнению с летней лиги то что первой команды конечно там состав стал проще объединились ребят с которым я успел проиграть летом при всем мою вере хочу в чужакова конечно пеликаны все-таки команда единая команда двигающий мяч команда которая умеет построить нападение так как ему удобно и соответственно более дин и коллектив все-таки по классу там игроки сильнее при всем и опять же уважение к бус и я бы изначально бы даже стал на пеликанов но слишком уж крутые пацаны есть уважение да у тебя к чикаго не в чикаго я общиться не уважаю там с не с ребятами сколько играли вместе они ну блин там классно ребята чего что-то говорить и сильные игроки опять же чужаков вообще неудержимы в атаке сколько на улице ним играл против него монстр колес лучше вот и после игры евгений яшин сказал следующее конечно с александром литасовым сравниться я не могу это все-таки легенда тренерской работы сколько он игран нам вытащил своими мудрыми советами вот такой вопрос возникает согласен ли ты что ли что александр литасов это как сказал женя легенда тренерской работы и как думаешь много ли матчей реально вытащил своими подсказками ну вот откровенно честно говоря саша класс чувак мне больше нравится снайперский талант помню когда он приехал после мальчишника видно что он а в смысле после болезни он прослуженный приехал на игру не после мальчишника да да и после мальчишника болезни это какая-то может быть не было мальчишника это я оговорился просто простуду разумеется выехал и просто вышел на площадку начал просто трехи через одну шмаре там что-то 5 из 8 что ли 5 из 9 тогда мы просто поели в бургер кинге руки не помыли о пальские скользкие спальчики в этом и секретах и выходит под кольцо 3 этом скидочку аккуратненько процент просто великолеп несколько ассистов такие я посмотрел на доступе нифига себе поэтому его талант как игрока более недооценен как то он как тренера я считаю что литасов вполне мог бы заиграть в лейкерс если бы хотел бы и в старте я понимаю что много раз его звал туда но не все до готовой давай расстояние все-таки не будем сокращать мы мало с тобой знакомы дальше у нас играл майами хит и против шарлот хорнется хорнется уверенно победили но понять хорнется еще в прошлом сезоне серьезно ребята там атлетичные мощные они а так у них очень интересная такая бей-беги но с атлетичными данковающими чуваками я ну закономерный результат сильные игроки майами тоже при своем они неплохие ребята там есть них интерес исполнительные команды спали ну просто слишком хорнется сильные вот смотри что майами сказали после игры команды друзей мы перед целью не было выиграть целью было хорошо прости время вот изникает вопрос это ваши друзья миннесоты ну что типа не было цели приехать победить просто время хорошо провести почему здесь миннесоты как раз мне кажется проблема с на проблеме не соты за все это время что мы так и не поняли для чего мы от лиги участвуем мы хотим просто ну кайфануть от игры или мы хотим всех поиметь и взять первое место вот поэтому немножко не понимаю к чему просто ну не чуваки правильно на самом деле вот проблема большая часть команды от лиги ну может не больше на многих людей не все понимают зачем они приходят сюда каждый для себя должен определить ты хочешь поиграть баскетбол просто там с пацаном с друганами почек от этого или ты хочешь быть супер чемпионом или третий вариант еще есть или хочешь заработать денег зачем так это все-таки не миф это все-таки реально конечно дублин серьезно говорю вот вы что думаете как сказал прошлый раз дима аникин ребята бесплатно ничего вот реально заняться нечем типа развивать любительский баскетбол в москве да нет вот меня к этому общая семья дочь все такое у меня есть какое время тратить мне у меня на самом деле с это очников битхорта нет я считаю что условно говоря каждый во первых в стране команд каждый делает по-своему ну например если бы у меня была цель там всех выиграете вы там просто уничтожать меня был доступ к игрокам у меня была возможность individually а чтобы этим пользовался но здесь меня стояла такая задача меня задача с другом на меня выиграть по больше матче и может быть выиграть кого ну выиграть турнир но нет задачи конкретно тотально уничтожать если у кого-то задача есть просто с дворами потому как раз в силы каждый как хочет так и играет здесь ни до каких запретов не уп fortunate чтобы кайфа, что когда мне, к сожалению, еще не далось поиграть, но я очень мечтаю поиграть против Спрея. Блин, это легенда, которую я постоянно видел, как он играл на Moscow Open, и даже когда 17-летний, по-моему, Молокососом играл против него как-то, ну, как-то. Хроноликой не помню, как, ну, точно хроноликой. Я как раз против того, что... Я как раз за то, чтобы играть сильные команды. А повод заработка линии, блин, я не знаю, сколько... Я вот прикидывал на пальцах, но не получается у меня так, чтобы вот это стоило того, чтобы я все выходные, просто все выходные. То есть я работаю, что-то пашу, там, что-то делаю, а потом все выходные прихожу и сижу, вот там что-то смотрю, с скандалами дурацкими. У меня вообще... Я попрошу, закончу, понимаешь, что время ограничено. У меня вообще всегда респект к чувакам, которые развивают любой баскетбол. Я знаю, что Андрюха, капитан Никс, он там устраивает турниры. Есть такой чувак, может быть... Драхэф? Да, конечно. А есть такой чувак еще, может быть, известно, вообще, Ликс Барян. Желебина тоже турнирчики устраивает. Чуваки просто с нихрена. Входят на площадку, вытаскивают какое-то оборудование, что-то нагоняют, делают турнир. Нихрена с этого вообще не имея. Просто потому, что они любят баскетбол. Блин, только респект таким ребятам. Еще есть чувак, не помню фамилию его, Ваня зовут, он играл за Лейкерс. Первый доиграл, он устраивает Чертанова. Вот если его кто-нибудь увидит, скажите, чтобы он Майку отдал Козлину. Он забрал Майку и бабок не скинул. Да вообще пиздец. Верни Майку. Да, введите Майку Козлину или хотя бы ответь на сообщение, не будь гандоном. Дальше был матч Никс-Бобкэтс. Бобкэтс выиграли плюс 40. Тебя удивил такой разгром? В целом, да. Но я видел, как играет Бобкэтс. Мы даже один раз под их каток попали. Но каток тут был имени Георгия Паскорского. Бывает каток у Бобкэтса? Ну, Георгий Паскорский тогда очень не хил. Паскорский, извиняюсь, прости, Гош. Классный игрок. А он в Армении там интернет не работает. Нормально, да. Кстати, удачи тебе там. Блин, вот он тогда, конечно, хорошо прошелся. Это, собственно говоря, даже стал каким-то апофеозом. Подожди, это серебряный. Потом, когда был ответом матча, победили. Да, его уже не было. Прикольно было, кстати, да. Не, ну мы на самом деле, мы там, да, было мощное. Но я, честно говоря, знаю у них там ребята. Они там есть какие-то интересные, кто-то бросает. И мыслим в команде. Саша Сальванина. Но что прямо настолько они Никс бахнут. Никс такой хороший, типичный середнячок. А ты не считаешь, что вот Никс, смотри, они первый матч проиграли с треском, сейчас второй, ты не считаешь, что они просто не готовы к сезону? Мы сейчас откроем небольшую, не знаю, это не тайный, не сайт. Капитан Никс Андрей позвал нас к себе в зал немножко тренить. Вот. Я даже в прошлую пятницу мы там с Дэном тренировались. Подожди, к себе в зал это что означает? Ну, не то, что к себе в зал, а в школе, где он когда-то учился. Понял. Мы там сделали небольшой презент. Физерку там мячи, грубо говоря, купили. Мы можем туда приезжать по необходимости треноваться. Там среда, пятница. Ну, я думаю, это никакой не сайт просто. Так вот, в прошлую пятницу перед игровой мы с Дэном там были вдвоем. Никс. Где вы? Ну, понятно. Не тренируйся, да? Есть возможность. Да. Но я верю в чуваков. Они отлично с играми коллектив. У них отличный капитан. И я знаю, что они могут добавить. Еще у тебя будет время обсудить предстоящие игры. Следующий матч был Портланд. Пейсерс тоже Портланд без проблем. Но это ожидаемо было. Да, да. Там Каменский. Там Портланд сильная команда. Они Лейкерс в прошлом году очень нехилл потрепали. Да, тяжело было. Конечно, сложно. И у них есть яркий режим. Вы лидер, которого тоже очень уважают. Тоже сильный игрок. Ну, тут нечего подсуждать. Ладно, перейдем к воскресному матчу. Мы в первом матче Миннесота-Спёрс. Ты был таким, типа, ньюсмейкером этого матча. Да. Сколько я этих нарютов получил? Блин, я не считал. Один из спортивных и три, по-моему, технических. А такое возможно? Ну, видимо, у нас вот господин судья. Я не знаю. Я, честно говоря, не очень хочу обсуждать этот матч. Потому что у меня много претензий. Ладно, давай обсудим просто результат. Не судейство, если не хочешь. Просто результат. Как считаешь, закономерно? Нет? Нет. Ну, все-таки придется немножко поднять эту тему. Сперс-класса сыграли. Молодцы ребята. И я прекрасно понимаю стиль игры. Тоже, когда ты прыгаешь по габаритам команде. Конечно, разумеется, я тоже так часто делаю. И на улице особенно. Включаются какие-то... Ну, пытаешься прихватить. Ты пытаешься за счет тактики некого фола немножко придерживаться игроков. Это нормальная ситуация. Коль, подожди. Ты серьезно сейчас говоришь? Что они вас прихватили? Я просто сидел и смотрел эту игру. И могу сказать, что грубили только вы. Я вот... Меня попросил все осталось, когда Андрюха Пушка берет мяч, поднимает руки. А ему игрок вбивается в плечо, а второй просто на руке висит. Он бросает мяч как-то выкидывает. И что, ну эмоции от судей? Судья был в двух метрах, он был по барбану. Он меня удали за то, что он меня наорал. Ну, что ты хочешь сказать? Ну, блин... Ладно, я вообще сейчас говорю. Не буду... Не знаю, со стороны могу... Я могу сказать, что со стороны с Перстом особой грубости я не заметил. Нет, я сейчас говорю, не грубость, не грубость. Просто ребята, ну, пытаясь габарит, они играли до конца. И они играли правильно абсолютно. Ну, это же спортивная хитрость. Да, это баскетбол, это все правильно. Просто судья в каких-то моментах отпустил игру. Ну, и все-таки мы сами виноваты. У нас получилось, что три человека приехали на игру. Два человека вошли в зал до минуты, до начала. И еще два человека пришли. Плюс не сыгрались. Это, конечно, тяжело было. Ну, вот ваш одноклубник. Я думаю, ты это видел уже. Ну, я видел, да, это интервью, на самом деле. Что сказал? Ну, честно говоря, игра была очень грязная со стороны САС. Это было очень некультурно с их стороны. Но вот именно самое обидное, то, что вот грязь, которая была в этой игре, и я наблюдаю ее уже вторую игру подряд. Это началось еще с Винди Буллс. Очень грязно, и судьи этого не видят. Я понимаю, что они не все могут увидеть, но при этом есть недочеты, нюансы. Спасибо. Вот, и вопрос возникает в связи с этим видео. Как ты к мужским слезам относишься? Слушай, ну, молодой пацан, почему... Можно поплакать, да? Ну, не то, что поплакать, а у него свое видение. Вернулся, если посмотреть игру, и тоже с игры все по-другому видно, честно. Все вообще по-другому всегда. И, ну, в целом, в первой игре у меня нет претензий к судейству. Там не было какой-то грязи. Может быть, где-то местами немножечко оберегали девочек. Ну, опять же, это тоже можно отмазку. Я, на самом деле, просто игры-то показался. В целом, все было нормально. Игра была ровной. И игра была интересная, хорошая первая игра. Даже если бы мы ее проиграли бы, у меня ни одной претензии бы не было бы. Все было бы четко. Но здесь, ну, ладно, я это долго обсуждать я могу. Ребята, ребята, переиграли нас. Сперс, вот что сказали. Сегодня «Локомотив» выиграет «Зенит» с счетом 2-0. И «Смолов» забьет два мяча. А ты скажешь «Спартак»? «Спартак» скажет так там. Пусть ничью сыграет, просто по одному очку. Спасибо. Все, я наступил. И вопрос возникает вот в связи с этими словами. Как вообще за «Локомотив» можно болеть? Не знаю, я играл за «Локомотив». И болею за «Локомотив», и на матчи даже хожу. Все-таки ты чемпион детства, уважай силу. Давай к матчам, ладно. Ладно, перейдем к следующим. Бостон Клиперс. Победа Бостона уверенная, закономерна? Ну, Бостон тоже это наши хорошие друзья. Очень там Артем уважаю, капитана. Ну, у них отлично есть, отличные игроки. Не понимаю, почему капитаны не приезжают на игру. Потому что тоже игрок, который... Он не в России сейчас. Ну, тоже очень-очень хочу против него сыграть. Потому что это, конечно, космически разыгрывающий. Но они даже без него имеют определенный запас прочности. Может быть, не на то, чтобы там лидировать. Но на то, чтобы Средняков или ребят попроще играть. Им вполне, закономерно все. Вот, и Артем Трандин или Трандин. Привет, Артем. Респект. Не обижу никого с неправильным произношением. Вот такое сказать. Спасибо. Молодцы. Точнее, не он сказал, а Саша вот. Спасибо. Молодцы. Молодцы. Ты хотел бы такое получить, похвалу такую от Саши? Хотел бы услышать? Молодцы. Снизите уже номер между собой. Не знаю, что у вас за дружок какая-то. Ну, что могу сказать? Хотел бы так, чтобы тебе сказали. Молодец. Я рад слышать любую похвалу из уст Али Тасса. Это большая честь для меня. Кливленд Наггетс. Новички нашей лиги. Кливленд. Приехали парни в прекрасной форме. Я им подсказал, какую сделать. Они так и сделали. Получилось офигенно. Хард. Красный с оранжевым. Очень крутая форма. И прям начали матч с против Наггетс с того, что они 20-0 повели. Тайм-аут там. Ну, или 15-0. Как вообще? Ты рад, что такая команда появилась? Слушай, я вообще за любой кипиш, когда идет улучшение лиги, если мне интересно было обыгрывать, чувствую себя Бога на площадке, я бы с своей площадки не вылезал бы. Чем больше сильный команд, тем круче. Я так скажу, не знаю, что такие кевелерсы. Это для меня пока что загадка. Но Наггетс, знаю, прекрасно. Мы им тогда проиграли. И можем долго говорить про 0,27 трехочковых. Ну, 27 попыток, 0 попадания. Можем, умеем, практикуем. Но при этом, так или иначе, Наггетс очень организована. Команды с отличным движением мяча. Возможно, топ-3 движения в лиге. У них есть даже свой лидер. Но их основная фишка – это в команде. То, что они проиграют. У меня была, конечно, новость. Ну и 38 очков, конечно, нехило. Там нормально. Дима, да? Да, Дима молодец. Но бывают такие случаи. Не хватило. Но я еще посмотрю эту игру, потому что как-то очень интересно. Я бы назначально ставил на Наггетс все-таки. Ну, welcome to the league. Классные ребята. Следующим матчем был матч Торонто против Винди. Там Торонто всю игру вел, а потом хоп, Маша трешечка, хоп, Таня две трешечки. И в результате они перевели игру в овертайм, в котором во многом, благодаря усилиям Жени Шулимова, который всю игру был прекрасен по счетам, на кольце, они смогли выиграть в 3 очка. Как оцениваешь такой результат? Ну, во-первых, я дико респектую Винди. Я с многими из них поиграл. Танюха тридцатку, я так понимаю, положил в итоге, да? Там даже больше, да. Просто вообще космос. Это просто космос. И так, открою немножечко. У нас с Raptors было, в первом ретвороте сегодня немножечко мы зацепились. Ну, так, было плодненько игра и что-то треш-тонг. Поэтому Торонто, я их уважаю, но не очень люблю. А тут как бы с моей, фактически, команда, которая меня летом приютила, которую я поиграл, вот, как бы, ну, я дико топил за Винди, конечно, потому что, блин, ну, это клевые ребята, и я очень рад их победе, и овертайм, пускай даже. Я прям респектую. Смотри, после матчных интервью такая ситуация произошла. Несмотря на то, что у вас с овертайм был, это одна из самых, по-моему, не очень игр за все время, очень много борьбы. Как думаешь, с чем это связано? Спасибо. Пожалуйста. Слушай, ну, я так считаю, что вопрос не очень был, больше, чем игра. Поэтому она тебе руку-то не пожаловала. Так что скажи спасибо, что пощечину не дала, и норм. Дальше играл Хьюстон с Оклахомой. В результате сенсационно Хьюстон выиграл Оклахома отвратительную первую половину матча за две четверти, три очка набрали парни. Молодцы, ребят. Ну, да. Кольцо квадратное стало. Ну, там что-то вообще, да, у них было. Потом по скану, вроде взялся за дело, там у него трешечки полетели, и Львон тоже. Никсон, по-моему, ни одной не забил. Кстати, это один из таких разов, когда он вообще очень хреново сыграл. Обычно у него больше очков, чем ноль. Вроде я точно не уверен, но мало, в общем, он набрал. Как считаешь вообще результаты, эта сенсация? Слушай, ну, сложно говорить. Я против Рокки сыграл летом, мы их победили. Там есть несколько неплохих ребят, которые думают на площадке достаточно неплохо. И, в принципе, могут исполнить. Но с Клахомой мы тогда очень круто зарубились в первом, по-моему, сезоне. Против них был классный матч. И в конце, как раз, Львон там кидал какие-то шальные волшебные трехечки, из руки с видения бросками, просто космос. Ну, я несложно оценивать. Я, кстати, в прошлой передаче тоже говорил про то, что Львон может, когда у него пойдет, как угодно вообще. Я помню еще после игры мы подхожу, говорю, повторишь еще раз так, говорит, с 10-0. Нет, ну, поэтому, ну, что же сказать, я против них давно не играл. Ну, я считаю, что это достаточно равный по потенциалу команды, по потенциалу, ну, вы поняли, извините. Ну, да, да, да. Вот, и, в принципе, ну, когда плохо не идет в атаке, бывает такое. У нас, сказать, против Рокки тоже было такое в первом сезоне, когда у нас против Яши как раз играли. Когда у нас получил травму Дэн, спины серьезные, выбыл на два месяца. Паша подвернул ногу на одной ноге, и было два новичка в команде. Это что за Роккиц-то был вообще какой? Когда Яшин еще играл там. Вот, и у нас тоже было за вторую половину, мы шесть очков что-то набрали. И там тоже, конечно, ну, там, не знаю, там нервов было очень много. И мы получили кучу неспортивных, кучу технорей за то, что пытались, ну, фалить на игроке с мячом. Судья нам говорил, что не было попытки играть мяч. Может быть, я не буду спорить с этим решением. И он сажал почти всех, кто там оставался живой. Вот, ну, было так и бывает. Юта, Филадельфия. Юта опять набирает там плюс 40. Ну, я-то так вроде... Костя Лапчинский приехал, это, знаешь, его нет? Игрок, парень, чемпион Европы среди людей с ограничением сумок. Все, я знаю, слушай, он, по-моему, тогда на этом, на Роке, по-моему, он играл, по-моему, если не ошибаюсь. На где играл? Ну, этот, Kings of Rock. Я не знаю, не знаю, не знаю, за баскетбол. Ну, не помню, может быть, он. Да, слушай, ну, да, я понял, какому-то. Ну, в общем, причем, я могу сказать, что они вообще Юта 96 забили. Потому что они вообще, по-моему, за всю игру ни разу никто не ускорился из них. Просто пешком. Да. Просто пешком спокойненько выигрывают. Вот, Филадельфия приехала, в отличие от первой игры, не в пятером. Вот, уже результат лучше. Прогресс молодцы, пацаны работают над этим. Да, и две формы у ребят. Это к вопросу командам, которые, там, говорят, мы заказали, у нас там четвертую месяц она едет. У ребят две формы ко второму туру. К первому, они первую продемонстрировали, к второму вторую. Мне за форму так скажу. Я согласен с правильной лиги, и все. Я согласен с штрафом, который, там, к Миннесоте. Ну, единственный вопрос, не то, чтобы в защиту или в оправдание, так просто скажу. Мы не можем сказать, майки имеют уже набор команд, когда у нас есть там уже какой-то набор. Мы не можем сказать, их в другом месте будут отличаться. Я помню, задавал этот вопрос. Я советую, я в таких случаях уже говорил. Ну, я понял, что ситуация сейчас такая. Но вообще, в таких случаях советую капитанам команд, ребят, не скупитесь. Собирать. Можно, во-первых, собирать майки. Или лично купить. Либо просто закупите комплекты запасные, без фамилий, просто с номерами. И у вас пусть будет три майки лишних. А потом, когда новый игрок пришел, счеты как раз заказали, и у вас опять этот балласт есть. Ладно, последний матч был с Сакраменто-Лейкерс. Ну, мы разгромно выиграли. Нечего обсуждать Лейкерс, конечно. Там хорош подбор исполнителей, и думаю, нечего даже обсуждать. Ну, Кингс, я единственное, что призываю, не унывайтесь. А Бостон, самая первая игра тура первого... Да. Самая первая, это вообще... Игра в нашей лиге вообще за все время. Бостон против Варьерс. И там что-то, что такое-то, там типа 30-100, какое-то такое большое. Да, я сейчас в тот момент, я не знал, что такое голда, и что они всем так будут насовывать. И я подумал, что Бостон вообще говнище. Кроме Миннесота. Оказалось, что... Ну, да, пока что. Оказалось, что не Бостон говнище, а голда просто в порядке. Вот, и просто тогда я помню, был такой момент, что... Я еще приказал, я говорю, что Бостон на вторую половину тупо не вышли, что ли? Или что с ним случилось? Потом выяснил, что Бостон это хорошая, сильная команда, которая заняла, там, второе или третье место, я не помню. Ну, опередили нас, да, Миннесоты, и обыграли нас, в том числе, там, буквально в третьем туре. Ну, тоже думали, что чуваки. То есть, в большом счету, ну, такой разгром против сильной команды, это вопрос характера команды. То есть, кто-то может сломаться и поплыть, и типа, ну, в баню мы снимаем с турнира на всему. А кто может собраться, работать с собой, посидеть в зале, там, поторвать комбинации, и получится бросать, в конце концов, и выйти, и после этого бахнуть, войти в топ-3. Ну, вообще, я это, еще парням из Сокромет скажу, что уже у вас, ребят, вы сыграли уже с Голдой, с Лейкерс, ну, это такие, типа, коллективы, которые у нас много забивают, мне кажется, будет много забивать в этом сезоне. И осталось из таких, прям, команд, которые могут много забить, их немного осталось. Ну, на самом деле, сейчас в лиге достаточно много. Ну, да, ну, я примерно представляю, ну, да, но все равно уже две команды, против которых, прям, вот, реально сложно, уже точно мы сыграли. Хуже не будет, короче. Ну, возможно, да, возможно, да. Следующей рубрикой уже традиционной стали вопросы из зала. Вот, первый вопрос от одного из сильнейших, на мой взгляд, игроков нашей лиги, от Давида Арутиняна. Давид, респект. Вот такой вопрос. Добрый день, Давид, Москва. У меня вопрос Николаю Соколову. Я, как член капитанского чата лучшей лиги в мире АБЛ, могу с верностью сказать, что тебя там, Коля, нет. Почему? Ты вообще капитан или где? Короче, начну с тенежкой сдалекать на этот вопрос. Коль, давай без издалека. Хорошо, ладно, вкратце. Я вообще не капитан Миннесот. Извини, Коль, перебью вот эти вот 50 минут, которые были в прошлый раз. Ребят, я прошу прощения, никогда в жизни такого больше не повторится. Это отвратительно. Понимаю, что Дима, Аникин любят поговорить. Очень интересно было вам с Сашей вдвоем пообщаться. Но, блин, это никогда будет. Я не буду вырезать, я лучше сам минуты этому делю. Парни, 20 минут, наш хронометраж, к этому будем стремиться. Короче, ладно. Почему тебя нет в капитанском чате? Я не капитан Миннесота. Капитан Миннесота Павел. Как у него фамилия? Егор. Егор, да. Егор, по-моему. Я типа фамилию не знаю. Все уже знают, что он капитан в капитанском чате. Я, конечно, капитан, поэтому у меня не же 12 чате. Я просто игрок. Все. Следующий вопрос от твоего лучшего друга. От моего тоже. Но он почему-то штатив забрал. Мы все равно тебя любим. Ему сейчас капец проблемы были. Саша Литасов. Ребята, я всех приветствую. И у меня, Коля, два вопроса сегодня. Коль, скажи, пожалуйста, первое. Как-никак изменилась команда в новом сезоне, нынешняя твоя, из которой ты вроде как хотел уходить, но в итоге потом остался. Это первый вопрос. Что поменялось за эти две игры? Есть ли вообще какие-то изменения? И второй вопрос. Что же все-таки случилось, на твой взгляд, после того, как прошло несколько дней с нашего второго тура, где тебе пришлось покинуть площадку по решению судей? Так, ну, во-первых, по поводу изменения состава. Добавилось несколько хороших ребят, действительно интересных. Кто-то ушел, причем из сильных ушел. Где Гоша? Слушай, хороший вопрос. Гоша, ты мне деньги должен. Ты где? Давай, как-то за майку я сказал тоже, Гоша, верни деньги. Ладно, не знаю, где Гоша. Я, к сожалению, к счастью, я не отвечаю за формирование состава. И кто где находится, я тоже сейчас не отвечаю, потому что, как предыдущий говорил, я не капитан. Команда, как мой взгляд, не то, чтобы прям сильно стала сильнее, но не стала слабее точно. Хоть и, я считаю, потеря винта и шал, это серьезная, но у нас появились ребята. По поводу того, как это внутри получится, все будет, ну, давайте я на этот вопрос отвечу туры через четыре хотя бы. Потому что пока же сейчас выглядит перспективно. А, по поводу второго вопроса. Второй вопрос. Ну, я, если честно, не понял, что Саша хотел спросить. Ну, примерно, мне кажется, он хотел спросить, как ты оцениваешь вообще эти моменты, когда эти удаляли? Честно скажу, я, может быть, немножко порой был вспыльчивым игроком, но я не из тех человеков, которые прямо вот часто удаляются. Это за мою память, это мое второе удаление за всю мою, не знаю, жизнь. Ну, на моей памяти первое. Ну, да, ну, в трудущей, в трудущей было еще за студенческий, еще за универсию в сборную. Ну, там была ситуация другая с тем. Я не считаю, что я сужил этого удаления. Но я не буду долго нарушать, это очень-очень долго будет. Ну, просто я считаю, что это было не всем справедливо. Неспортивный был честный, а вот технари это глупо было. Финальный вопрос. По традиции уже у нас всего три вопроса. Присылайте, ребят, вопросы, пожалуйста. Это интересно. Тем более, что я отстрелялся уже, теперь можно много вопросов. Леша Шляпин твой тоже знакомый, хороший. Да, тоже хороший друг. Николай, привет. Вопрос из рубрики «За рулем». В одном из предыдущих выпусков, благодаря твоему вопросу, Лига узнала о системе мотивации Миннесоты. Дамир, пошел нахуй с командой. Скажи, какая система мотивации «Феликанов»? В связи с чем, хотел спросить, как команда замотивировала тебя отдать бразды правления командой Павлу Егоркину? Ну, сейчас, кроме шуток, скажу, что это было первое условие, которое я вернул с Миннесоти. Что я говорю, что если я буду капитанить, то я буду лучше играть где-нибудь, не знаю, на улице зимой, по колену в снегу. По поводу мотивации, без Дамира, конечно, тяжело мотивировать. Нету человека, который будет являться, скажем так, главным якорем для моральных выпусков. Дамир, мы очень скучаем по тебе. Я видел твои 11 очков, ты молодец. Мы тебя все равно любим. Переходим дальше. Так, последняя рубрика в нашем сегодняшнем выпуске. Это прогнозы на ближайший тур. Первая игра «Пеликаны» Бостон. Ценю, люблю, уважаю Бостон, но поставлю, наверное, пеликанов. Пеликаны – классная команда. Детройт-Юта. Будет тоже здорово и очень веселое. Это, блин, надо будет все-таки вживую, наверное, будет увидеть. Вообще, кстати, оба матча достаточно прикольные. Но поставлю, наверное, на Юту. Не в обид Детройт, просто мне пока что кажется, команда более интригующая, интересная. Боб Кэтс-Хьюстон. Поставлю на Боб Кэтс. Прошлый матч провели слишком круто. Хорненс-Бруклинд. Вот тоже заруба, прям что надо. Да, согласен. Ну, я очень вижу перспективным НЭЦ и думаю, что они победят. Хотя, думаю, что… Ну, это не так просто будет. Возможно, конечно, там 50-50, но я поставлю пока на НЭЦ. Сакраменто, Торонто. Будет очень обидно, если вы, ребята, про… Можно же материться, да? Проебете, поскольку нас выиграли. Поэтому вы смотрите, я всех найду потом. Сакраменто победит. И только попробуйте. Индиана, Миннесота. Слушай, я тут соглашусь, наверное, с Сашей. Я, наверное, не буду в свою команду. Правильно, я тоже никогда не ставлю. Атланта, Нью-Йорк. Атланта, Нью-Йорк. Ну, я вообще хочу, чтобы Никс победили. Я считаю, что они заслужили победу. Я поставлю их победу скорее из веры и из дружбы. Тем более, я сейчас-таки в пятницу заеду, посмотрю, как вы тренируетесь. Ты думаешь, Нью-Йорк обыграет Атланту? Я думаю, что Нью-Йорк может обыграть кого угодно, если захочет. Вопрос, захочет ли? Нью-Йорк из нашей лиги, да? А, из нашей лиги. Нет, но я все равно поставлю Нью-Йорк, потому что, наверное, этот выпуск будет до тура. Да, конечно, завтра он в пятницу. Я в вас верю. Андрюха, давай уже тащи, ебтся. Чикаго, Даллас. Первый Чикаго. Тоже, кстати, классный матч. Но я поставлю Даллас, пока что Даллас вообще выиграет одни из топ-3 фаворитов этого турнира. Я бы даже назвал Даллас сейчас пока топ-1, потому что они обыграли уже и Пеликанов, и Голду. Все оступаются, все проигрывают. Не бывает. Команда, которая ни разу не проиграет, мы много раз видели. Тем более, у них скоро игра с Лейкерс. Ты не забываешь, что у нас сейчас идет, конечно, турнир, а потом все равно на Буанниже у нас идет турнир. Да, конечно. И там как бы 50-50. Денвер, Сакраменто. Ну, Денвер должен забирать в эту игру, потому что ребята, как бы, да. Извините, ребята, я там назвал Сан-Антонио, Сакраменто. Был Сан-Антонио. Значит, Денвер, да? Да какая разница? Сорян. А Клахома-Майами? А Клахома-Майами, Клахома-Майами. Слушай, ну, хочется, чтобы Клахома все-таки после того показала такую вещь и класс. Я, наверное, поставлю на Клахома. Будет упорный даже матч. Мне кажется, тоже будет немного забитых. Будет такая баронная игра. Но хочется, чтобы Клахома победила. Я думаю, что они это смогут по силам. Винди-Кавс. Так скажу, чем мне вообще понравился летний период в Винди? Ну, точнее, в Чикаго-2, который стал потом в Винди? Это тема, что эта команда ни разу, не играя ни против кого из лидеров, ни разу не проиграла вчистую. Даже против сильных чуваков. И всеми бодались. И даже, ну, это что, Лекерс, конечно, катком прошлись. Но там не было какого-то суперразгрома. Был момент, когда мы вернулись даже до 9 очков. Да, 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 я помню. И этот характер, который у них, я понимаю, что могут сыграть достойно против любой команды. Я бы назвал Кавс таким фаворитом. Нет, ну, Кавс, я думаю, что если вот этот центр, конечно, придет, то, конечно, это сразу мисс-мач. Это сразу мисс-мач. Против него никто не сможет. Коль, ну, нет, не согласен. Просто в Денвере нет нормальных центров. Ну, может быть. В принципе, там Сорокин у Винди. Ну, я думаю, что, возможно, конечно, будет тяжело. Я очень желаю поеду в Винди, но мне кажется, что Кавс это более предпочтительно. Фила, Портланд. Ну, Портланд без вариантов. Ну, да, согласен. Клиперс, Бакс. Тут тоже такие личные симпатии. Я поставлю на Бакс. Ну, и вишенка на торте Лейкерс и Голден Стейт. Слушай, ты, наверное... Калифорнийское дерби. Калифорнийское дерби. Если я поставлю на Вориорс, ты не будешь неудачный дубль вставлять? Да не, у нас состав хороший должен быть. Естественно, скажу, будет тоже... Вот это вообще, конечно, вишенка на торте. Это прям закрывающий тур. Это прям будет супер матч. Но мне импонирует игра Вориорс. Мне реально это из тех соперников, которые сильные, против которых мне все время хочется играть. Они и сами играют, и другим играть. И, конечно, им просто не будет. И тут можешь победить любой. Но я все-таки поставлю, конечно, на голдов. Потому что мне, ну, Давид, во-первых, дружбан. Ну, ребята вообще все, короче, респект им. Мне против них интересно играть. Я за них немножко потапливаю. И в этом матче, я думаю, что им вполне по силам. Тем более, все-таки, первый сезон, как они играли-то. Ну да, и тем более, они проиграли сейчас в предыдущий матч. Да, я уверен, что вы можете вернуться и бахнуть всех. Понятно. Ладно, это были прогнозы от Коли Соколова. Как смог, сорян, ребят. На этом наша передача заканчивается. Спасибо, Теодор Барбершоп. Напомню, что через два тура мы определим, кто получит бесплатную стрижку. Мне, кстати, здесь тоже постригся сегодня. Да, Коля постригся, посмотрите. Это не лучшая, конечно, прическа. Которая, Коля. Я, в принципе, не видел. Здорово, на самом деле классно, мне нравится. Хорошо. Лучше чем было. Да. Я не видел, что было, но сейчас неплохо. Спасибо всем, респект. Это обычный день и тот же самый я, будто Шагаю в своих валенках морозным утром. Сверезы мне ответит. Сверезы мне ответит Солоней. Сверезы мне ответит Солоней. Даже если застегну я рубашку, все равно душа моя нараспашку. В ней смешались все, как на экране, россиянцы и американцы. Даже если застегну я рубашку, все равно душа моя нараспашку. В ней смешались все, как на экране, россиянцы и американцы.